Ответив себе на эти вопросы честно, вы поймете, кого ваша собака любит больше. Все-таки вас или другого члена семьи. Ответив себе на эти вопросы честно... Софи... Ай, блин, дурочка. Да, ты меня любишь, да. Ответив на эти вопросы честно... Аааа, Софи, перестань. Привет, с вами Догмама Аня и мои собаки Чихуа Софи и Эйвен. Чаще всего собаки преданы всем членам семьи, но все-таки любимым и самым главным они выбирают кого-то одного. И нам, хозяевам, очень часто в голову приходит вопрос, любит ли меня моя собака? Или она любит бабушку, дедушку, папу, маму, тетю, дядю больше? Конечно, вы должны это чувствовать сами интуитивно, но если вы не чувствуете, вам определить это помогут наши советы. Итак, поехали! Первое. Около кого больше времени проводит ваша собака? Если собака знает всех членов семьи и при этом она остается возле кого-то одного большую часть своего времени, это доказывает, что она любит его явно больше. Второе. Если у вас маленькая собака, то она будет долго и часто сидеть на коленях того, кого любит больше и проситься к нему на колени. Третье. Если собака любит играть игрушками, пусть с ней поиграют разные члены семьи. С кем-то ей понравится играть, а с кем-то она даже не попытается играть или ей быстро она вскучит. Четвертое. Если ваша собака привыкла спать не на своем месте, обратите внимание, где она спит, возле вас или кого-то другого. Пятое. Заметьте, часто ли собака вас лижет или она лижет кого-то другого. Несмотря на то, что это не очень гигиенично, облизывание для собаки наилучший способ выразить свою любовь. Шестое. Подходит ли ваша собака к вам просто так, пообщаться или она подходит кому-то другому. Седьмое. Кого с наибольшей радостью встречает собака дома? Восьмое. Когда собака хочет есть, гулять или в туалет, кому из членов семьи она больше демонстрирует свои желания? Кто что хочет? Кто что хочет? Кто что хочет? Девятое. Кому собака приходит, чтобы ее погладили? К вам или кому-то другому? Девятое. Кого слушается больше ваша собака? Понимает тон, выполняет команды, идет на место или прибегает, когда ее зовут? Идите к себе. Идите сюда. Эй, да. Идите к себе. Идите в домик. Если по этим вопросам вы поняли, что ваша собака любит кого-то другого больше, чем вас, не отчаивайтесь. Вы можете расположить собаку к себе, постараться ее понять, давать ей то, что ей нравится, больше проводить с ней беременеть. И об этом мы поговорим в наших будущих роликах и обязательно поделимся секретами, как изменить отношение собаки к себе. Если вам понравилось это видео, не поленитесь, поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал, любите своих собак, несмотря ни на что, и будет вам счастье. Я люблю маму больше, Эйвен, понял? Я сейчас отгрызу тебе, отстань. Я сейчас тебе лапу отгрызу, я тоже маму люблю. Я не против, что ты любишь ее, Софи. Я люблю ее больше, больше, больше. Я понял уже, Софи, да, ты любишь маму больше, только отстань. Не понял, не понял, не понял, не понял. Блин, Затнида, что ты делаешь, Софи? Что ты делаешь? Я доказываю, что я люблю всех больше, чем ты. Больше, чем ты, люблю всех я. Да, 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 ты любишь всех больше, чем всех. Ой, что ты у меня... Ой, ты там сейчас, я тебе сейчас отгрызу в лапу, если ты не подтвердишь. Тебя тоже больше люблю. Кого ты больше любишь? Тебя, тебя. А что значит больше? А что значит больше, Эйвен? Подожди, Софи, что-то у меня там. Фу, Эйвен, ты же на всю страну делаешь ужас. Ну и что? Ужас, уже же меня любишь таким, какой я есть. Так ведь? Ну да. Ладно, я поняла. Ну и что ты там поняла, Софи, как всегда? Знаешь, Эйвен, я поняла. Я всех люблю. И тебя люблю. И подписчиков люблю. И зрителей наших люблю. Люблю, люблю, люблю. Дай-ка я тебе почешу бровку, любимый мой братик. Да, Софи, у меня нет блох. Ну и что? Я тебя люблю, люблю, мой братик. И всех вас люблю. Привет. И маму люблю. Чмок-чмок. Короче, я всех люблю. А я вообще никого не люблю. А Эйвен вообще никого не любит. Да. Ну и что? Да, вот. Ну и что? Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Ага. И теперь можешь посмотреть другие наши ролики. Пока. Пока. Пока.